Эфир телеканала Беларусь 4 Гомель продолжается. Новый день встречаем с программой Утренний Фреш. Я, Анна Корольчук, в этом выпуске расскажу о тех мероприятиях, которые планируется провести в Гомеле, а также об актуальных культурных событиях нашего города и региона. Сегодня на территории Гомельской области будет сплошная облачность. Осадков не прогнозируется. Днем температура воздуха будет колебаться в районе нуля градусов. Ветер северного направления скоростью до 9 метров в секунду с порывами до 17. Камерный хор. Лауреат международных конкурсов и фестивалей под управлением художественного руководителя и главного дирижера, заслуженного деятеля культуры Республики Беларусь Елены Соколовой представит пасхальный концерт. Это уже хорошая традиция в культурной жизни Гомеля. Его слушатели не устают восхищаться необычной интерпретацией произведений. В рамках программы в исполнении лауреата международных конкурсов Константина Горошко прозвучит одна из самых популярных эстрадных песен середины прошлого века «Мой путь» из репертуара Фрэнка Синатры. А молитва Авы Мария и вальсы Шопена прозвучат под аккомпанемент лауреата международных конкурсов Виталия Фомина. Артисты Гомельской областной филармонии готовят музыкальный вечер под названием «Вдохновение». Гомельчанам предложат проникнуться атмосферой лирики и насладиться живым звуком и теплым общением с исполнителями на сцене. В концерте примут участие народная артистка Беларуси Галина Павлинок и дуэт «Акцент». В программе будут собраны музыкальные произведения самых разных жанров, а обогатит картину вечера игра на разных музыкальных инструментах – саксофоне, армянском дудуке и синтезаторе. Это будет хорошая возможность настроиться на позитивную музыкальную волну. Жители и гости Гомеля смогут стать зрителями и слушателями программы под названием «Страницы милые». Романцы исполнит заслуженная артистка России, солистка Курской государственной областной филармонии Ирина Стародубцева. Мастер русского романса считает, что главное в этом жанре – душа, поэтому в ее исполнении с необыкновенным сценическим обаянием будут раскрыты все нюансы человеческих чувств. Далее об актуальных выставках. Посетители Дворца Румянцев и Паскевичей могут познакомиться с выставочным проектом «Бессрока давности». Он посвящен 75-летию Великой Победы и объединит труд музеев разных стран. Внимание, у гостей музея представлены подлинные экспонаты. Они хранятся в фондах музея Дворца. Также частью экспозиции стали фотографии из деятельности поисковых отрядов Смоленщины. Материалы выставки расскажут посетителям о том, как шло возвращение имен неизвестным героям. Картинная галерея Гаврила Ващенко запускает новый актуальный проект «Один на один с искусством». Желающие могут забронировать лично для себя и своей семьи время посещения выставок в галерее на определенный час. А галерея обеспечит отсутствие других посетителей в здании в это время. Информацию о том, где и как оставить заявку на индивидуальную экскурсию, можно найти на сайте галереи и в социальных сетях. Для посетителей Дворца Румянцев и Паскевичей доступна выставка под названием «Весна начинается сегодня». Гомельский живописец Олег Курашов творит в жанре натюрморт с цветами. Встретиться с весной искрометной живописью гостям музея предлагается в Южной галерее. Именно ее украшают яркие полотна автора, где главные герои – цветы. И в продолжение темы. Творческий тандем Олега Лукашевича и Александра Алексеева хорошо известен в Беларуси и за ее пределами. Эти журналисты более 20 лет работают на самых престижных кинофестивалях. Одно из направлений их творчества – репортажная фотография, герои которой – звезды мировой величины. Этот уникальный архив можно увидеть на выставке под названием «Звезды знаменитости» в объективе Олега Лукашевича и Александра Алексеева. Прогуляться по красной дорожке со звездами кино и шоу-бизнеса и прочувствовать атмосферу мировых кинофестивалей предлагается гостям Дворца Румянцевых и Паскевичей. Картинная галерея Гавриила Ващенко проводит отбор творческих работ на областную выставку искусств «Я художник, я так вижу». Со своим творчеством ценители искусства могут познакомить жители Гомеля и Гомельской области. К участию в проекте принимаются картины, инсталляции, скульптуры, а также графика, гобелены и авторские куклы. Будущую экспозицию планируется расширять по мере поступления работ. Этот выставочный проект дает хороший шанс заявить о себе, поэтому стать его участниками предлагается не только профессиональным мастерам, но и тем, кто впервые решил продемонстрировать свои таланты. Гомельский областной драматический театр готовит премьеру «Вишневый сад». Жанр этой постановки обозначен как «История одной семьи» в четырех картинах. Вопросы, которые звучат в пьесе «Вишневый сад», будут актуальны всегда. Почему человек бездарно растрачивает свою жизнь? Почему легкомысленно относится к близким? Почему безответственно тратит слова и жизненные силы, будто бы будет жить вечно? На эти и другие вопросы будут искать ответы актеры и зрители. На сцене гомельского драматического «Вишневый сад» ставится впервые. Зрителя ждут необыкновенные костюмы, красивые декорации и, конечно же, трогательная музыка. Праздник робототехники и инноваций ждет гомельчан. Участникам турнира «Робоквест» предстоит создать своего первого робота. Также они смогут окунуться в мир виртуальной реальности и даже овладеть силой мысли. Кроме того, в программе работа интерактивных площадок, выставки и стенды, а также соревнования в разных дисциплинах и кое-какие приятные сюрпризы. Команда «Родного города» – это конкурс на лучшие детские рисунки, который проводится для юных гомельчан в дни школьных каникул. Он продлится до 7 апреля. Рисунки принимаются по месту учебы. По итогам творческого состязания будут определены 11 победителей. Их пригласят на встречу с игроками футбольного клуба «Гомель» для вручения памятных подарков. Детей нашего региона приглашают к участию в конкурсе под названием «И пусть поколения помнят». Творческое мероприятие приурочено к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Конкурс направлен не только на развитие творчества, но и на знание истории. При изображении поздравительной графической открытки приветствуется новизна, креативность и авторский подход к дизайну. Сначала победители будут определены на районном этапе, потом на областном. Для них подготовлены специальные призы. Окончательные итоги конкурса подведут к празднику Победы. «Тело человека» – передача о вопросах здоровья. Как говорит статистика, большинство взрослых белорусов обращаются к врачебной помощи лишь по крайней необходимости. А количество тех, кто занимается самолечением, и вовсе сложно посчитать. Все это влияет не только на среднюю продолжительность жизни в стране, но и на ее качество. Первый шаг на пути к изменению такой ситуации – профилактика. На это и направлена передача «Тело человека». Смотрите сегодня на телеканале «Беларусь-4 Гомель» в 19.30. Как всегда, по вечерам в нашем эфире программа «Добрый вечер, Гомель». Это рассказ о ярких событиях из жизни Гомеля и Гомельской области. Разговор на актуальные темы с интересными гостями. Сегодня вечером смотрите новый выпуск. В студии пойдет разговор о том, как избежать электротравматизма и обеспечить безопасность быту. Включайте телеканал «Беларусь-4 Гомель» в 20.25. Не упустите хорошую возможность полезно провести вечер всей семьей у телеэкрана. Звоните в студию, присоединяйтесь к нашему разговору и делитесь вашими историями. Новый день с вами встречали «Утренний фреш» и я, Анна Корольчук. Рабочая неделя в самом начале. Пусть она пройдет легко и спокойно. Хороших новостей! Редактор субтитров А.Семкин